Между тем, на полях сражений боевики из ИГИЛ несут большие потери. Сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации продолжает наступление. После семидневных боев взят штурмом стратегически важный город Шейх Мискин. Это позволило отрезать пути сообщения между отрядами боевиков. Город сильно разрушен. В настоящее время боевые действия продолжаются на западных окраинах Шейх Мискина. Отступая, экстремисты минируют здания. Ожесточенные сражения идут и в горных районах Латакии. Важную победу, не только военную, но и моральную, сирийские войска одержали взят поселок Ар-Рабия. Именно там погиб пилот российского Су-24, сбитого турецким истребителем. Перед решающим боем с террористами многие солдаты и добровольцы надели майки с портретом нашего офицера. Из освобожденной Ар-Рабии репортаж Александра Батухова. Этим бойцам сирийской армии есть чему радоваться. После продолжительных боев освобожден населенный пункт, который для боевиков имел большое стратегическое значение. Его террористы захватили больше трех лет назад. Ар-Рабия ближе всего находится к турецкой границе. Отсюда до нее не больше 10 километров. Этот населенный пункт боевики использовали как перевалочную базу для размещения боеприпасов, продовольствия, подкрепления, поступающие с турецкой стороны. Ар-Рабия это еще и стратегическая высота. Город расположен на горе Туркмана, откуда хорошо просматривается территория на многие километры. Когда-то в этом населенном пункте проживало несколько тысяч человек, но с приходом боевиков местных никого не осталось. Освободив Ар-Рабию, сирийская армия совместно с добровольческим подразделением Сокола пустыни вплотную подошли к турецкой границе. Эти военные трофеи лишь малая часть того, что бросили боевики, покидая этот населенный пункт Ар-Рабия. Здесь и пулеметы, и минометы, и флаги, запрещенные в России организации Джабхат Анусра. И, например, вот такие религиозные буклеты. Часть этой литературы объясняют сирийские военные экстремистского содержания. Скорее всего, для новобранцев. Освободившие этот город убеждены, что весь этот арсенал боевики доставили из Турции. Судя по образцам вооружения, закупали его по всему миру. Вот американский пулемет. Вот у меня мёд. У меня мёд. Турецкий? Вот это турецкий, да. Бои за Ар-Рабию продолжались больше недели, хотя сам город очень небольшой. Но то, что он расположен на горе, давало боевикам преимущество. Сирийские военные объясняют, что этот населенный пункт обороняли настоящие профессионалы. Вероятнее всего, наёмники. Освобождать этот город было нелегко. Его обороняли несколько тысяч боевиков. Это хорошо обученные солдаты. Но нам удалось их выбить отсюда. Те, кто из них выжил, бежали в Турцию. В этом районе Сирии в ноябре прошлого года был сбит российский бомбардировщик Су-24. Именно отсюда вели огонь боевики по катапультировавшемуся командиру экипажа Олегу Пешкову. И когда сирийская армия штурмовала Ар-Рабию, многие солдаты надели на себя вот такие майки с его изображением. Этот лётчик – герой для всех сирийцев. Он погиб, защищая наш народ. И это освобождение Ар-Рабии мы посвятили ему в знак уважения и памяти. Город Ар-Рабия стал ещё одним населённым пунктом, который освободила сирийская армия на севере страны. Только за последние двое суток были возвращены под контроль государства более 120 квадратных километров территории провинции Латакия. В результате этих побед подразделения сирийских войск вышли к своей главной цели – границе с Турцией, чтобы взять её под свой контроль и таким образом перекрыть боевикам поставки вооружения и продовольствия, а также пути для отступления. Александр Батухов, Юрий Шолмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия.